Добро пожаловать на обзор недели. Во время шоу на этой неделе мы затронем две темы. Во-первых, это продолжающиеся антиправительственные демонстрации в центре Еревана. Во-вторых, поскольку это 50 выпуск шоу, мы собираемся немного поразмышлять о важности свободы прессы, а также о концепции свободы и о том, что это означает в армянском контексте. Давайте перейдем к протестам на этой неделе. Эти протесты начались или причиной их начала оппозиции стало изменение риторики относительно позиции правительства в отношении статуса Республики Арцах и продолжающихся международных переговоров. Давайте поговорим о масштабах этих демонстраций. Я бы сказал, что со времени после революционного периода это, вероятно, самые крупные демонстрации, которые у нас были в Армении. 1 мая протестующих, наверное, было где-то 10 тысяч человек. В обычный день вы увидите от пары сотен человек до пары тысяч на ночных митингах, так что они большие и существенные, но они далеки от того, что мы видели в Армении в прошлом, особенно в дни революции. Теперь давайте послушаем, что некоторые из этих протестующих говорят о причинах, по которым они вышли на улицы. Армении. Это дешевый момент, что каждый Арменин должен быть здесь, чтобы защищать и защищать нашу страну. Мы в очень сложном периоде, в котором каждый Арменин должен понимать и объяснить другим Арменинам, что все зависит от нас. Армении. 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 Вот здесь люди должны работать во первые из них, чтобы от Whoseбой уничтожить арменинскому Пустью натиплуке турки-нациссего魔ства, который пытается передать Арцах и, конечно, Сюник. Теперь давайте немного вернемся назад и попробуем проанализировать, что это все означает. Я думаю, что одна из причин того, что эти демонстрации на самом деле не являются более масштабными, откровенно говоря, заключается в отсутствии ясности в отношении того, о чем ведутся переговоры. Я думаю, что людям очень трудно выйти и массово выступать против чего-то, в чем, откровенно говоря, много путаницы. Тем более, что в течение последних двух недель правительство последовательно отрицает наличие каких-либо переговоров об окончательном статусе Арцаха. Второе, я думаю, что эти демонстрации были бы более масштабными, если бы не тот факт, что их возглавляет нынешняя оппозиция, которая, честно говоря, до сих пор воспринимается так же, как и в последние несколько лет. Так что я бы сказал, что эти демонстрации на самом деле преуменьшают обеспокоенность общества по поводу позиций правительства в этих переговорах о статусе Арцаха. Правительство должно понять и действительно воспринять это как предупреждение, если они перейдут к красной линии армянского общества в отношении проблемы Арцаха, а в текущий период времени это следующие две вещи. Во-первых, тот факт, что народ Арцаха никогда не будет жить под пятой азербайджанского режима, и во-вторых, физическая безопасность народа Арцаха и должна быть поставлена под угрозу. Если вы сделаете что-нибудь такое, выходящее за рамки обозначенных красных линий, то эти демонстрации нескольких тысяч человек быстро превратятся в демонстрации на пару сотен тысяч человек. И не следует путать масштабы того, что происходит прямо сейчас, с тем, что произойдет, если вы пересечете эти линии. Что касается оппозиции, то и нужно понять, что есть такая сторона вопроса, как публичная поддержка. Однако, если люди поймут, что единственная цель их пребывания на улицах, это не вопрос Арцаха, отмена революции, проигранных выборов, то эта поддержка быстро иссякнет. Если оппозиция серьезно настроена на смену правительства, проведение новых выборов или чего бы они не хотели добиться, то, во-первых, они должны расширить свою коалицию, включив в нее людей, которые ранее поддерживали это правительство или поддерживали революцию, но были против них. Во-вторых, проводить некоторый самоанализ, чтобы признать ошибки, совершенные ими за эти годы, что, по-моему, с культурной точки зрения в армянской политике практически невозможно. И не быть оппортунистами в этом вопросе, учитывая актуальность и важность этого вопроса для армянского общества. Теперь я перейду ко второй теме нашего шоу, приуроченной к 50-му выпуску. И я хочу немного поразмышлять о важности свободы прессы и свободы в целом. Когда я думал о передаче на этой неделе, я вспомнил известную цитату третьего американского президента Томаса Джефферсона, в которой он сказал, что если бы он когда-либо должен был сделать выбор между правительством без газет и газетами без правительства, он ни секунды не колеблясь предпочел бы последнее. Под этим он подразумевает, что строительными блоками любого успешного общества, будь то политическими или экономическими, на самом деле являются основные свободы. И нет ничего, что олицетворяло бы основные свободы больше, чем свобода печати и прессы, которая не боится критиковать. Не только людей, находящихся у политической власти, но по сути всех влиятельных людей в нашем обществе, призывая к ответу за совершенные поступки. Когда я размышлял о том, что означает наше шоу, или что мы можем сделать, я был в некотором роде поражен. И тот факт, что я здесь, я могу выходить в эфир еженедельно и критиковать правительство, критиковать оппозицию, критиковать министра обороны, наши спецслужбы, и никто не постучится в мою дверь и не укажет, что я могу говорить, а чего нет, то это на самом деле довольно замечательное достижение для политической системы в этой части мира. Например, вы знаете, что страна к востоку от нас на самом деле является одним из ведущих тюремщиков-журналистов в мире, а семейная заправочная станция к западу от нас на самом деле является главным похитителем блогеров и убийц и журналистов со всего мира. Я всегда говорю нашим иностранным гостям, прошу их взять глобус и провести линию между Арменией, через Каспий, через Центральную Азию, через Китай, и им нужно было бы дойти до Южной Кореи, чтобы иметь другую страну, которая пользуется теми свободами, свободой прессы, которые есть у нас в этой стране. Одним из недавних событий стал отчет, опубликованный на этой неделе, организации «Репортеры без границ», в которой сама Армения поднялась на 12 позиций, мы подняли с 63-го на 51-е место по свободе прессы в мире, это подъем на 12 мест. Они отметили, что в Армении есть 4 СМИ, Азатутюн, Фактор АМ, ХЭТК и Цивилнет, которые являются независимыми изданиями, выполняющими роль необходимого противовеса в демократической системе. Очевидно, что не все согласны с этой точкой зрения нашей части мира, поэтому я хотел бы, чтобы вы послушали одного из наших региональных лидеров и то, что он сказал. Великий Запад, богатый Запад, соли нет. И чтобы люди не говорили о том, что белорусы нормально живут, они их просто не выпускают. Вот и вся демократия. Но слава Богу, что у нас диктатура. Вы все меня критиковали. Диктатура, диктатура. Так зато порядок есть при этой диктатуре. И не было бы диктатуры, вот так ходили бы голодьбой. Это был белорусский президент Лукашенко. И при всем уважении к нему, большинство людей, живущих в лохмотьях по всему миру, на самом деле живут в диктатурах, а не в свободных странах. Наша соседняя страна Грузия фактически резко опустилась, переместившись с 60-го места на 89-е. На самом деле, в прошлом году в этой стране был убит представитель прессы. Сама Россия, наш крупнейший северный сосед, заняла 155-е место. Я думаю, что в этом году эти цифры, к сожалению, ухудшатся, потому что в этой стране закрываются почти все оппозиционные СМИ, особенно с началом войны. А королевство Алиева фактически заняло 154-е место в мировом рейтинге. Однако, рассматривая важность свободы прессы, нам важно не рассматривать ее как нечто ограниченное, потому что свобода прессы, которая является основой всех свобод, политических свобод, на самом деле является основой экономического процветания в большинстве стран мира, за исключением разве что Китая. Свобода и процветание сочетаются браком. Так что там, где у вас есть свобода, у вас гораздо больше шансов иметь процветающую страну, как верно и обратное. И на самом деле нет лучшего примера этого, чем сама IT-индустрия, которая есть у нас, есть в Армении. На самом деле IT-индустрия это единственная отрасль, которая может очень быстро и кардинально изменить нашу судьбу. Нет ни единого примера тоталитарного государства, имеющего культуру стартапов или атмосферу, необходимую для успешного IT-сектора, подобно той, что мы имеем и создаем сейчас. Есть много авторитарных государств, которые построили фантастические технопарки, предоставили офисы, пытались привлечь IT-специалистов со всего мира, и почти все они потерпели серьезные неудачи. Причина этого проста, так как культура стартапов или успешная экономика знаний и создание для нее атмосферы основаны на наличии свободного общества, а это очень трудно сделать в несвободных обществах. Пытаясь понять это универсально, я думаю, нам нужно сделать шаг назад и понять концепцию, что означает «свобода в армянском контексте». Этот нарратив о культуре свободы на самом деле является основой всего нашего политического или экономического прогресса, которого мы можем добиться. Свобода в армянской культуре несколько отличается от западной. Это не негативная свобода, в том смысле, что западная свобода всегда связана с вещами, которые правительство не может для вас делать. Свобода в армянском контексте — это про способность жить свободно, делая свой собственный выбор, но в рамках солидарности общества. Справедливости ради надо сказать, что армянская культура не отличается особой демократичностью. На самом деле это антиавторитарная культура. Вот что движет нашими демократическими движениями здесь, а не какое-то очень размытое понимание демократии или веры в нее. В заключении, то, что мы думаем о свободе и любых возможностях, которые у нас есть в этой стране и которых нет у других стран региона, являются результатом борьбы сотен тысяч, если не миллионов людей в течение длительных периодов времени. К сожалению, история учит нас тому, что деревья свободы по всему миру политы кровью мучеников, которые готовы бороться за них и бороться за права, которыми мы пользуемся сегодня. Я надеюсь, что бы ни случилось, мы никогда не осмелимся забыть этот факт и забыть этих людей. Спасибо вам за то, что присоединились ко мне в этом эпизоде обзора недели. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok